Центральную котельную атаковали три беспилотника. В результате повреждено оборудование, нарушено теплоснабжение города, произошёл разлив нефти. По такому сценарию в Муравленко провели комплексные командно-штабные учения. Поступило сообщение о том, что в результате ударов трёх беспилотных летательных аппаратов произошло разрушение блоков центральной котельной. Сообщение об атаке беспилотного летательного аппарата поступило в ЕДДС от диспетчера «Ямалкоммунэнерго». По легенде учений на территории повреждено технологическое оборудование, силовое электрооборудование, автоматика, строительные конструкции, резервуар с резервным топливом, из-за чего произошёл разлив нефти. Есть условно погибшие и пострадавшие. По сигналу на место ЧП отправляют все экстренные службы – спасатели ЕДДС, Ямалспаса, пожарную охрану, скорую помощь. Силовики отцепляют территорию. При прибытии пожарно-стательных подразделений на месте наблюдалось разрушение котельной. Наши подразделения приступили к поиску пострадавших. Было эвакуировано 7 человек, а также 4 погибших. Затем приступили к обеспечению пожарной безопасности, а также к ликвидации розлива нефти. Учитывая масштабы происшествия, на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принимают решение о создании оперативного штаба и полном развертывании сил и средств. Планируется к выполнению мероприятия по переводу теплоснабжения города и промышленной зоны от котельных номер 3-4. Коммунная техническая спасательная служба муниципального образования города Крэнка в составе 7 звеньев, 42 человек, 21 единицы техники к выполнению задач по назначению готовы. В результате попадания снаряда котельная обесточена, котлы остановились. Квартиры горожан не поступает тепло и горячая вода. В кратчайшие сроки город и промышленную зону переподключают к резервной третьей котельной. После восстановления давления в тепловой сети 2 кг сил на сантиметр квадратный были произведены запуски котлоагрегатов 1-10 на котельной номер 3. Как поняли прием? Принято. Была проверена и запущена система водоподготовки на третьей котельной. Это две скважины, три фильтра обезжелезования, емкости исходной воды. То есть все запущено в штатном режиме, замечаний нет. К месту ЧП прибыли автобусы для людей, развернули мобильный пункт питания с обогревом. Готовые ланчбоксы привозят из кафе «Мираж». Участвующих в спасательной операции кормят супом с лапшой, гречкой с гуляшом, салатом и, конечно, предлагают горячие напитки. Служба материально-технического обеспечения у нас создана на базе нашего отдела и на базе нашего управления. В нашем штатном списке есть четыре подвижных пункта. Это подвижной пункт питания, который создан на базе стационарного объекта «Кафе «Мираж». Индивидуальный предприниматель Ковалевская Елена Вячеславовна. У нас есть два подвижных пункта продовольственного снабжения. Это на базе магнита и на базе горячего хлеба магазина. И еще один подвижной пункт вещевого снабжения, который создан на базе магазина «Планета». А это уже специалисты Ямал-Спаса. Они приступили к ликвидации последствий разлива нефти. Объем большой. Вследствие повреждения резервуара в тысячу кубических метров разлив произошел на площади 200 квадратных метров. По результатам проведения данных учений у нас будет проведен анализ, разбор. По предварительной оценке спасательные службы справились удовлетворительно. Мы же все видим обстановку, которая сейчас у нас сложилась, поэтому проводить такие тренировки, считаю, нужно на регулярной основе. Такие учения проводят в городе ежегодно. Экстренные службы отрабатывают каждое действие. Все понимают, что практические учения – залог слаженной работы. Инна Борисова, Антон Иванов, Виталий Сидняев, Сергей Лукович. Новости Муравленко.